Квартиру выдали родителям погибшего солдата, а беременная жена и дети живут в войсковой части. Сатина Майлиева рассказала, что ее супруг Мерлан Ниязов погиб 17 сентября в местности Козылбель Баткенской области. От государства она получила лишь компенсацию от Акимята в размере 100 тысяч сомов. На данный момент ей некуда идти, живет в войсковой части под номером 2022. Она беременна третьим ребенком. Недавно Майлиева сделала видеообращение президенту по этому вопросу. Я живу в войсковой части 2022, мне некуда идти. Я беременна третьим ребенком, мне тяжело, в том числе морально, не могу смотреть на людей в форме. Дети спрашивают, где папа, не могу там жить постоянно. Всем семьям погибших выделены квартиры, а нам нет. Мы, видимо, не попали в списки. В войсковой части 2022 живет беременная супруга Мерлана Ниязова с двумя детьми. Дом, который выделен семье погибшего, передали его родителям. Как можно жить в войсковой части? Как вы решаете этот вопрос? Спросил у чиновников Тазабеки Крамов. Первый заместитель полномочного представителя Марфхан Тулаев ответил, что дом выделяла пограничная служба. Сейчас они работают над решением этого вопроса, сказал он. Я хотела бы обратиться к Садыру Джапарову и Камчебеку Ташиеву с просьбой помочь в этом вопросе. Я слышала, что квартиру, которую должны были получить мы, получила моя свекровь, сказала Сатина Майлиева. Я слышала, что квартиру, которые должны были получить мысль, которые должны были получить мысль. Я слышала, что квартиру, которые должны были получить мысль.